Пикап Mitsubishi L205 поколения впервые выходит на рынок Казахстана. Все автомобили имеют двухрядную кабину, полный привод и окрашенные бамперы. Единственный доступный мотор турбодизель 2.4, с которым можно заказать механическую или автоматическую коробку передач. В начальной и средних версиях двигатель выдает 154 силы, а в топовой InStyle 181 силу. Кроме того, в стартовом исполнении пикап оснащается простой трансмиссией Easy Select, а в остальных – продвинутой системой полного привода Super Select 2. Всего местные дилеры предложат пять различных комплектаций по цене от 13 миллионов 25 тысяч тенге. Продажи машин уже стартовали. Как и в России, в Казахстане будут продаваться только автомобили, возимые из Таиланда. Напомним, в конце 2018 года L200 пережил серьезное обновление. Тогда модель обзавелась совсем другой передней частью, а капот приподнялся на 4 сантиметра. Кроме того, изменили форму и лишились накладок колесные арки. Наконец, у пикапа появились новые задние фонари и подправленный задний бампер. Вдобавок увеличилась глубина грузового отсека, изменились настройки подвески и тормозов, плюс выросла жесткость кузова. Дорожный просвет увеличился на полтора сантиметра, благодаря чему чуть изменились углы въезда и съезда. Но это касается только тех версий, где стоят 18-дюймовые колеса. Кстати, за такими колесами скрываются более производительные тормоза от внедорожника Pajero Sport. У них тормозные диски большего диаметра, а вместо однопоршневых механизмов установлены двухпоршневые. Интерьер изменился точечно. Центральная консоль получила другое оформление, на тоннеле и дверях появились мягкие вставки, а графика приборов была перерисована. Тогда же Mitsubishi L200 получил улучшенную шумоизоляцию и новое оборудование. Для модели впервые стали доступны светодиодные фары, обогрев руля, датчик дождя и USB-порт на втором ряду сидений. А главным техническим новшеством оказалась шестиступенчатая автоматическая коробка iSyn. До обновления пикап оснащался пятидиапазонным агрегатом. Субтитры создавал DimaTorzok